Друзья мои, выше нас только звёзды. Я хочу сказать, что столько у нас возможностей, столько у нас невероятное количество потенциала огромный для того, чтобы изменить свою жизнь и вообще измениться самим. Не только в плане даже видения. Мне кажется, что мы даже меняемся на клеточном уровне вообще, когда мы с вами занимаемся вот этими духовными практиками. Когда мы начинаем идти по пути, по пути духовного развития. Неважно, чем мы занимаемся. Вы можете быть профессорами, академиками, финансистами, бухгалтерами, артистами, всем тем, кто у вас есть. Но если вы при этом ещё занимаетесь, вы со мной или с кем-то ещё, я просто вам низкий поклон, потому что вы совершенно уникальные люди. Правда, совершенно уникальные люди. И я вами очень горжусь, что вы у меня есть. Потому что мне кажется, что если вы на этот путь вступили, вы уже с него не свернёте. Вы уже, вот согласитесь, да? Вам уже будет скучно жить так, как это просто, ну как это? Как это так скучно жить? Просто работая, приходя домой, там, смотря телевизор, там, вот это всё, эта рутина, да? А когда ты немножко поднимаешься над вот этой вот обычной жизнью, начинаешь понимать, что это просто мирская жизнь обычных людей, а есть такие миры, есть такие измерения, есть такие существа, есть такие сверхсущества, есть такие планеты, на которых вообще следует жить. И как туда попасть? И у нас есть путь, у нас есть знания, которые ты как раз сейчас вот вам в Турции буду рассказывать. Вау, так хочется жить, знаете, действительно хочется жить. И просто ценишь каждую секунду в своей жизни. И как я вам говорила, я буквально вот там еду в лифте, читаю мантру, в ведро даже выношу, если нужно, да? Там, ремонт делаем, там, читаю мантру, потому что я считаю, что каждую секунду нужно использовать для того, чтобы быть, становиться выше и легче. Легче. И, да, извините, да, просто хочу сказать, что когда вы занимаетесь, чем мы с вами занимаемся, начинайте думать о том, что есть ещё совершенно другие миры, да, что есть действительно Бог, что есть Духи, есть Ангелы, есть святые, есть там какие-то совершенно уникальные люди, даже уже не люди, то это даёт силу духовную подниматься выше. Ты понимаешь, что на твоём вот тонком теле, когда ты об этом думаешь даже, размышляешь, читаешь, литературу, да, литература приходит соответствующая, возникают определённые метки, по которым в час икс, да, когда придёт час покидать это бренное тело, вас эти же Духи, к которым вы постоянно обращаете, они вас узнают по этим меткам. И вы автоматически переходите на более высокий уровень, понимаете? То есть чем больше человек ругается мата, чем больше он там принимает наркотики, чем больше он считает, что жизнь это только делается для того, чтобы там ближних своих обдурить там как-то там и так далее, и так далее, тем больше он накапливает вот этих меток, которые тянут его туда. А вот вы, которые прощаете, не ругаетесь, да, кто меня спрашивает, что значит быть в медитативном состоянии? Находитесь в медитативном состоянии? Начинаете делать какие-то странные с точки зрения обычных людей вещи? То вы, а вот, это называется накопление заслуг, вы накапливаете заслуги определённые, которые вас подвинут уже совершенно в другом измерении. То есть вы в следующей жизни, а цель нашей жизни сделать нашу следующую жизнь лучше. Понимаете? Вот как вот только человек начинает понимать, всё, он начинает понимать, что, Боже мой, насколько ценна эта жизнь, насколько ценна эта жизнь, насколько ценна человеческое воплощение. И поэтому я вас призываю, друзья, вот даже те, кто первый раз пришёл, да, ко мне, ну, неважно, я свою жизнь фактически посвятила пропаганде, популяризации духовных знаний. И я хочу, чтобы вы, как мои ученики, как вы, мои слушатели, мои дорогие, что вы вот брали сокровенное вот это зерно, и самое интересное, знаете, что вот говорят учителя опять-таки, что человек, даже если он слушает, но не следует, всё равно он становится лучше. Всё равно он становится лучше. Даже если он слушает про мантры, там, про карму, там, про ещё что-то, про какие-то духовные писания, про какие-то, он всё равно автоматически становится лучше. Даже если он этого не понимает. А потом у него это в какой-то момент проснётся, может быть, в следующей жизни, или через 10 жизней, но у него обязательно это осядет. Потому что такие вещи нужно слушать. Когда человек слушает, у него это оседает, больше даже, чем он никогда читает. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами встречались лично. Это очень важный момент.